У нас машина решила, что если ее чинят, то давайте я вам сейчас покажу все свои болячки, представляете? Вообще, что у нас произошло? Сидим мы с Ромой, уже ночью, ложили детей спать, собирались уже сами идти ложиться спать. Начинает как-то странно пищать машина, то есть пищит так, что знаете, когда из салона вызывают пассажира водителя. Мы вышли, мы ее и так, и сяк, пытаемся отключить, не получается отключить вот этот сигнал. Сняли клеймы с аккумулятора, и после этого она больше не включилась. И музыка тоже больше не включилась. Я говорю, ну вот. А на сигнализации у нее, получается, тоже у нас были проблемы с автозапуском. Я говорю, ну что, тогда надо в любом случае везти ее к электрику, чтобы электрик ее посмотрел, автоэлектрик. Потому что в машине, по идее, Рома говорит, давай я посмотрю, но у него сейчас времени нет, работы много. Я говорю, Ром, давай это оттуда отвезу, давай. И в сигнализациях Рома тоже не разбирается. Он говорит, я-то, конечно, разберусь, но это надо потратить очень много времени. Поехали мы на СТО. Получается, сколько? Наверное, час машина там стояла. Подъезжаю забирать. Он говорит, ну типа, все, забирайте машину. И знаете, меня поразило, просто поразило, когда я спросила, вы сделали, ну у меня с автозапуском были проблемы? Он говорит, нет. Я так стою на него, смотрю. Я говорю, а за что я сейчас заплатила там 1075? Он говорит, как за что? Так я же вам посмотрел и поменял предохранители. У меня слов просто не было. Я стояла на него... А, еще знаете, помимо того, что, ну как бы то, что предохранители, ладно. А предохранитель там просто крышечка вытаскивается. Это предохранитель, там 20 рублей предохранитель стоит. Можно было даже не проверять, можно было просто самим взять, поменять все предохранители. Мы приехали, чтобы он нам нашел причину, в чем, да. И он говорит, так я вот, я же вам нашел причину, мол, что предохранители. И выкрутил магнитолу. Я обалдела. Самое, что в этой всей ситуации меня, конечно, поразило, это то, что человек оскорбился. То есть, когда я поинтересовалась у него, а за что эти деньги вы взяли, да, что за какую проделанную работу вы взяли, я вообще считаю, что человек обязан знать, за что он отдает свои кровные деньги, за какой объем работы, и, может быть, в следующий раз он поедет куда-то в другое место, да, и будет отделаться где-то в другом месте, для того, чтобы понимать ценообразование. Он так оскорбился, когда у него поинтересовалась, за что эти деньги, если бы вы только видели лицо человека, как, у него жёныш в лице поменялся, типа, как это так, я тут, типа, не офигела ли я, понимаете? Вот, вот такие вот дела. Я сейчас еду снять деньги с карточки, и почему? Потому что у меня заканчивается срок годности, этот месяц последний, и я боюсь, как бы, её, чтобы её не сблокировали, думаю, лучше я-ка сниму, я сниму денег, там не так много денег, но в любом случае всё равно хочу снять, и заодно хочу купить арбуз. Мы купили, в прошлый раз купили обалденно вкусный арбуз с Казахстана, обалденно вкусный арбуз, а вот эти казахстанские арбузы, они намного вкуснее, потому что потом пойдут уже с других областей, они уже не такие сладкие, но это на мой вкус, вот мне очень нравятся казахстанские арбузы, очень вкусные. Те, кто из Казахстана, если кто смотрит, привет вам огромный, очень люблю ваши арбузы. Раньше как-то астраханские тоже были неплохие, но сейчас многие где-то выращивают в теплице, знаете, китайцы, и потом продают за подешевле, и везут, и потом говорят, это астраханские, астраханские, и уже вот эта вот мощь астраханских арбузов за счёт вот этих вот псевдопродавцов, так сказать, мягко говоря, подиспортилась, а вот казахстанские арбузы ещё очень вкусные. Сейчас возьму арбузик, я прям так хочу, бывает же такое, когда очень хочется арбузика, прям очень хочу арбузы. Сейчас возьму пару дынек маленьких и один большой арбуз. Еду я, мы вот здесь вот берём уже года 3-4, мы здесь берём овощи, вот сейчас те, кто из Ноябрьска, может быть, вам пригодится. Вот тут, что-то тут вот так всё перекопали. Сейчас вот здесь вот зайду в монетку, здесь банкомат стоит, и они, вот здесь они стоят. Мне чем удобно, что они мне потом загрузят. Сразу в машину туда удобно подъехать, и мне сразу загрузят арбузик машины. Так, что-то они тут тут блиты подняли. Что-то как-то всё странно. Хочу взять фисташки, но здесь столько мусора. Жесть. Я вот взяла пакетики, вот это мусор я выбираю. Ужас. Я говорю, ну как вот пустые продавать? Или вы просто прям эти шкорки. Вот если вот так посмотреть, видите, сколько шкорок. Смотрите. Вот, вот шкорки, вот прям шкорки. Не знаю. Ценник-то. 100 рублей. 1000 рублей килограмм они стоят. Представляете, сейчас какое заманчивое предложение. 459, стало 180. Офигеть. Здесь 13 штучек. Возьму я такие штучки. Мне нравятся они рельевские. Вот думаю, одну или две взять. Может, две взять. Счастливая, довольная. Буду хозяйка. Хочу сейчас вот таких вот яблок взять. Мне очень нравятся вот такими точечками. Они очень вкусные. Я вот не могу понять вот это вот название. Продукт сычужный российский. То есть, весь сыр, он, говорится, сычужный фермент добавляется при любом раскладе. Причем здесь, ну, назвали, да, получается, это уже не сыр, а сычужный продукт. Такие вот у нас цены на сыры. Может быть, кому-то будет интересно. Я вот смотрю и думаю, что такое взять или не взять. Мне королевский очень понравился. Но я в магните его брала. А здесь я его не вижу. Королевского сыра. Надюшка вот такой сыр просто обожает. Именно плавленый. Поэтому я когда беру, то это уже беру для нее. Она его больше всех любит. Я не знаю, как-то в охотку могу поесть, могу нет. Но очень редко мне хочется взять ребенка, порадовать. Хохланд, хохланд. Такие вот почему-то хуже она есть. Больше нравится вот такой треугольничек взять. Хотя вот если смотреть, здесь 140 грамм стоит 80 рублей. А здесь 100 грамм стоит 40 рублей. То есть получается в два раза дешевле взять такой сыр. Где-то попробовать. Что значит акта? Давайте попробуем на состав глянуть. Что тут в состав идет? Без соль, без ароматизатора. Главный технолог. Так, что тут у нас пишется? Так, мука, хлебная, говядина, питьевая, лук, свинина, шпика, соль поваренная. А в целом неплохой. Представляете, сюда заехала, банкомат здесь не работает. Ну, я не растерялась. Естественно, походила по монетке. Тратила деньги. И что я хотела сказать по поводу вот этого вот точки овощной. Мне что, чем она нравится? Тем, что там работают мальчишки честные. То есть они не обвешивают в других точках. Много раз меня обвешивали. Много раз. Если уже там, знаете, она уже что-то начинает, допустим, пропадать. Сразу говорят, мам, подешевле отдадим. Хотите, возьмите. Нет, тогда лучше не берите. Как-то вот эта честность меня подкупила у них. И я там у них беру и скидки делают. Много берешь, скидки делают. А мы что, постоянно же много берем. И то подарки, что-нибудь с подарком. То у них-то, не помню, в том году. Арбуз упал. Корова. Ну, заберите. Приятно, как бы, такое. Вот такие вот бонусы. И скидки, естественно. Когда большая семья, когда покупок много, то это важно. И приятно. Такие приветливые мальчики там работают. Всегда вежливо, всегда культурно. Где бы мне тут встать поближе, чтобы потом поменьше было идти. Так, можно было здесь встать. Ну, ладно. Ребенок на велосипеде. Встать в велосипеде. Ой, прям под колеса. Тут же идет мама все равно всем. Вот так может быть. Так, вот у меня смотрится машина на новых дисках. Мне нравится. Напишите ваше мнение. Они такие светлые. До этого были темные. А эти такие серенькие. Мне кажется, что они прикольно смотрятся. Я вышла с такой вот сумкой. У них сейчас идет акция. Мне приглянулось. Ну, на колесиках. И вроде как обычная сумка. Диска залезла, да? В коробку залезла? А вторая ушла на улицу гулять. Хорошая кошечка, Лид. Разбиралась я, разбиралась. Так и не разобралась. Вон кейс поставили. Потом буду разбираться до конца. Да, Ром? Сейчас у нас сели мы пообедать. Это отбивные с гречкой. И с салатом. А дети уже кушали. А я Рому ждала. Что, Лидуня? Киська. Что такое? Что, Лидуня? Субтитры создавал DimaTorzok